Библия говорит Дети часто задают очень глубокие вопросы Мы иногда недооцениваем Мы думаем, что дети как-то поверхностно мыслят, но они могут просто, но зацепить самую суть На мой взгляд я бы начал освещать эту тему с того, чтобы порекомендовать родителей вообще не объяснять детям рождение свыше Причина этого в том, что даже когда Христос говорил Никодиму должно тебе родиться свыше даже этот взрослый ученый муж не понял, что это такое Он переспросил Христа и Христос ему ответил очень интересно Он ответил так Дух дышит где хочет То есть Христос по сути сказал, что ты не поймешь что это такое Ты не поймешь сам процесс что такое рождение свыше как это произойдет в тебе Здесь есть вторая еще опасность Не только фраза рождение свыше она связана с тем что процесс этот намного сложнее нашей способности понимать Но еще большая причина в том, что она часто приводит к религиозным штампам Вот типа Христос войди в мое сердце или рождение свыше Люди используют но они не придают этому должного значения и поэтому это становится каким-то штампом который человек использует но он не совсем понимает о чем же идет речь Вместе с тем детям, конечно же нужно говорить о том чтобы они могли иметь живые отношения с Богом Как это делать? Это делать нужно исходя из их уровня уровень возраста уровень развития и исходя из того что говорит Священное Писание Писание говорит очень просто о том что нам нужно верить в Иисуса Христа нам нужно доверить свою жизнь свое сердце Христу нам нужно прийти ко Христу и попросить у Него прощения за наши грехи нам нужно принять верою то что Христос простил мне мои грехи нам нужно доверить свою жизнь посвятив ее Христу как Господу вот если это происходит то тогда и будет рождение свыше мы не понимаем что это такое до конца но Писание ясно об этом говорит послание к Ефесянам в первой главе в 13 стихе написано очень так глубоко и точно о рождении свыше сказано о том что этот процесс неразрывно связан с верою в нем и вы услышавши слово истин благовествование вашего спасения и уверовавши в него запечатлены обетованным святым духом вот все что здесь написано услышал слово о Евангелии и слово Евангелии и уверовав в это слово и вот тогда и произошло рождение свыше то есть просить о рождении свыше но это не совсем точное понимание духовного процесса я могу просить о чьем то рождении свыше но когда сам человек находится в процессе самый главный шаг или самое главное действие самый главный самоглавная ступень которую человек должен преодолеть это вот от состояния неверия в состояние веры и вот здесь родителям нужно на детском уровне поощрять детей в том чтобы они могли доверять Христу доверять в чем доверять в том что Библия говорит что ты грешный человек и раз грешный значит ты находишься под Божьим судом доверять в том что Иисус Христос за тебя умер и ты можешь получить прощение грехов доверившись ему попроси у него прощения приняв то что он за тебя умер приняв это вера доверять в том что Иисус Христос умерев за тебя на Голговском кресте он стал господин на твоей жизни и ты посвящаешь ему свою жизнь и вот здесь вот это в зависимости от возраста ребенка нужно объяснять нужно объяснять все это что это происходит это все вместе то есть ты не можешь получить прощение грехов без того чтобы признать Христа что теперь ты ему принадлежишь теперь он твой господин теперь твоя жизнь находится в его руках он тебе введен или ты должен быть ему послушен исходя из того что он простил тебе грехи это опять-таки на простом детском языке вот на мой взгляд это одна из самых важных причин почему дети часто не понимают о чем идет речь потому что родители используют взрослый язык вот непонятный он откровенно говоря самим взрослым не очень понятен как я уже сказал Никодиму даже не был а здесь нужно говорить простые вещи которые бы помогли ребенку реально увидеть и пережить это спасибо Алексей Алексеевич спасибо спасибо